Приводище, это слайм хрумкер, или соплевый рогалик, или лаймовый ранчер, или как еще можно назвать эту штуку, я не знаю, напиши в комментариях. Короче, мы продолжаем, и я тебя хочу расстроить, ранний доступ уже подходит своему заключительному концу, но могу обрадовать, что игру скоро выпустят. Наверное, я надеюсь на это. А может и не выпустят в ближайшее время, может через годик она ризнится. В общем, это все догадки, это мои домыслы. Я тебе хотел вот что показать. Смотри, как у меня тут наши лужицы слайми живут, им тут вообще отлично. Сколько портиков они тут наплодили. Я все боялся, что они от меня туда сбегут, но нет, они не сбежали, и все у них замечательно здесь. Надо будет еще чуть-чуть подкинуть сюда лужицы, и вон там еще тоже прудик вот этот, туда тоже надо закинуть, и вообще будет счастье. Что делаем сегодня, значит? А сегодня мы отправляемся на новый островок. Та-дам! Мы здесь уже с тобой побывали, один разочек глянули, чё кого, и отсюда свалили. Кстати, смотри, здесь есть дверца. Закрытая дверца, которую фиг его знает, как можно открыть. Прислушаться, может там что есть? Ухом так прислониться? Я слышу хрип. Ты слышишь его? Ха, да я шучу, нет там нифига. Наверное, нет. Ну, я не слышал ничего, по крайней мере, хоть я и в наушниках сижу играю. Значит, а, чё тут у нас? Кто у нас тут? Где новенькие сламики сейчас? Я тут всех найду, всех засосу. Но пока я чё-то никого тут не вижу, слушай. Всё как-то обычно. О, жучок. Пойдём, почитаем, чё тут кто нам расскажет. Похожи. Призматические волны по-разному влияют на каждую область острова, и в одних местах раскрывают полный спектр цветов, а в других чередуют и делят его. И они активно меняются. Иногда быстро и непрерывно, иногда медленнее. В первый год здесь каждый сезон выглядел по-новому. В то время это было прекрасно. Блин, ну почему я не застал этот момент? У меня тут всё как-то однообразно. Радужный остров, но он как-то это... Нифига не... Какое дерево классное, там здоровое, смотри. Но он не меняется по цвету. Вообще никак не меняется. И это как-то не круто. Вары! Вары! А у меня вода! Меня в комментариях ругали, типа, ты чё, емая, варов не отстреливаешь от своих любимых слаймиков? Нифига себе, тут волна была огромная, куча, армия целая. Вот! Раньше у меня не было водного отсека в акпаке моём. А теперь он есть, и вот видишь, я защищаю. При возможности. В комментариях мне также писали, ну чё, 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 чё? В слаймопеде, там если нажать на пробельчик, то, короче, больше информации по слаймам получишь. А я вообще даже не видел. Ну я не видел вот это вот, серьёзно говорю. Вот этот пробельчик нажимаешь, и тут вот описание. Описание, вот полностью всё можно почитать по этому слайму. Тут все заметочки есть. И вот давай мы теперь посмотрим, чё нам расскажут про... Про, 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 вот, про вот этот вот слайм. Несомненно, самый неуловимый и вожделенный из всех слаймов. Золотой! Не так много известно об этих скользких созданиях, ведь их невозможно поймать. Золотые слаймы быстры, как вспышка, и при виде хозяина ранчо мигом стремятся скрыться. И если, встретив такого, слаймовод хочет получить выгоду. Придётся соображать быстро. Напрямую золотые слаймы никак не опасны для хозяина ранчо. Но их появление часто вызывает панику и приводит к иногда фатальным ошибкам. Кроме того, единственный способ получить золотой плорт, это пострелять в золотого слайма любым припасённым ресурсом из вакпака. Но это я уже тебе рассказывал. Таким образом можно добыть золотой плорт. Но при этом на земле останутся лишние ресурсы, что может привести к нежелательным ларго или чему-нибудь похуже. Это если ты плортами кидаешь золотого слайма. Он, короче, плорт съедает, и взамен тебе даёт золотой плорт. Практической пользы от золотых плортов немного. Но он ценнее других просто потому, что блестящий и редкий. Элита на земле любит украшения из золотых плортов, которые значительно дороже любого земного драгоценного металла. Так что вот, видишь, практического применения нет. Мне много кто в комментариях писал, типа, покорми этим золотым плортом слайма, пускай они сожрут его, и потом будут золотые плорты тебе давать. Но нет, так это не работает. Золотой плорт ни один слайм не может съесть. Просто вообще никак не может съесть. И поэтому ты не получишь золотого ларго или золотого слайма. Золотые слаймы, они... Это редкость, короче. Их нельзя вывести и приручить. Именно поэтому хозяину раньше не стоит упускать возможность получить парочку плортов, если посчастливится встретить золотого слайма. Вот такие вот дела. Остров этот называется Прибрежье Звёздного Света. Очень красивое название. На нём спрятано 24 тайника. И мне срочно нужно найти здесь данные по этой карте, чтобы разблокировать этот туман. А то он меня путает немножечко. Ну всё, погнали. Погнали до нашей первой открытия на этом острове. Искать будем всё. От новых каких-нибудь фруктов, овощей, слаймов, куриц. Может быть, это что у нас? Кубики. Кубики. Кубника. О, дверь. Вижу дверь. Отверстие, через которое можно пробраться. Это дверь. Что же там за ней спрятано? В принципе, если постараться, можно туда залететь. Я сейчас попробую это реализовать. О, нифига себе. Охотник Ларга. Но охотники... Мы их видели ещё даже с тобой в первом слайм ранчере. Этим меня не удивить. Охотники, они такие скрытные. Невидимички. Ну да, в принципе, туда можно запрыгнуть. О, 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 подожди. Сюда нужны... Хе-хе. Охотничьи плорты. Пойдёмте, я вас покормлю. Я знаю, что они любят овощи и мясо. И вот сейчас мы ему дадим мясцо. На, кушай. И он сразу подобреет. Он был злой, а теперь подобреет, потому что я его покормил. И он сразу ко мне обниматься прыгает. Но нет, но нет. Значит, ещё надо что-то скормить. Потому что, возможно, там два порта нужно даже. На другой стороне. О, 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 вары. Я слышу, что где-то вары. Сейчас я его расстреляю. Пах! Двоих одним выстрелом. Как я красава всё это разкидал тут. Ну. Возвращаемся к нашим бородам. Чё там? Чё там? Сейчас я как запульну. И ты откроешь дверь? Да, двери открылись. Да? А, нет. Они где-то в другом месте открылись. Я слышу, что открылись. Но где? Фиг их знает. Это что за фигня тут? Тут вроде бы ничего больше интересного нету, наверное. О, 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 о. Понятно. О, воск. И ещё один. Нашёл. Все три. Отлично. Сейчас, значит, нам нужно ещё два плорта. Охотников. Ясенько. Погнали кормиться. А тут уже никого и не осталось. Ты посмотри, сколько этих воров. Ёкарней. Ё-моё. Хотя, вон там кто-то есть. Сейчас я в них постреляю. А ну, отошли оттуда. Бах. Как они взрываются мощно. А ну, отошёл отсюда. Всех утилизировать. Всех зачистить. Отмыть. Получай. Это какой-то уже боевик, знаешь, когда ты выходишь как дум. Дум. Как игра дум. Выходишь, короче, и начинаешь расстреливать вот эту мразоту грязную. Которая всех на свете сожла. У меня вода кончилась. Бежим, бежим, бежим. Не кусайте меня за жопу. Е-мое. О, взорвался. Меня спас случай. Чисто с... Подожди-ка. Тут что у нас? А, это... О, вода. Отлично. Наполним баки. А чё так мало-то? Давай, наполняй. О, глюк какой-то был. Охотничьи слаймики. Танечок. Где же охотничьи слаймики? Чё их тут так мало? Лазурная трава. Маленький пучок травы и цветов с запахом освежающего аромата. Курицу берём. Нам пригодится, чтобы охотничьего ларга задобрить. Или вообще просто охотничьего слаймика. Ладно, раз тут пусто, никого нету. Пойдём сюда. Посмотрим, что тут у нас. Кувшинчик. Горшочек. О, курицу. Курицу обязательно возьмём. Этого слаймика выкинем. Ты нам не нужен. Как... О, карта, 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 карта. Нашли данные карты этой. Сейчас пойдём её откроем. Только воск ещё надо забрать. Карта отлично. Карта, карта. Снова злостные ларга тут у нас. Каменистые. Вот сюда, если мы запрыгнем. О, медовые слаймики. Красота-то какая. Пойдём со мной. Медовый слайм. Нет ничего слаще. Свежего плорта из мёда. Отстань от меня. Не подходи ко мне. Два слаймика возьму. Вау. Тут тоже статуи, которая открывает двери. Окей. Окей. Вот она. Карта данных. Епи. Открыли. Тут вот эта часть острова тоже открывается. А дальше, получается, тут всё закрыто. Окей. 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 Значит, у нас тут есть скалистые какие-нибудь. Вот. Вот этих вот подсосём немножечко. Пойдёмте, дружечки. Сладенькие мои дружечки. Плорты мне не нужны ваши. Кубника мне тоже не нужна. У меня её на балом. Курицу можно взять. Ну чё? Скалистые-то где у вас тут? Чувачки. О, какие прикольные медовые с хлопковыми скрестились. Забавненько. Няшненько. Чё-то я думаю вот сюда сходить. Тут явно что-то будет. Ох. Я слышу, что где-то вары опять появились. О-о-о. Да, вот это мне нужно. Это же шёлковистый песочек. Он мне очень нужен. Мне как-то в комментариях написали, когда я искал шёлковистый песок. Типа, останься на одном месте и жди, пока он будет появляться. И высасывай его полностью. Но так это не работает. Каждый раз... Ну, он обновляется только когда день проходит. То есть 24 часа в игре проходит, и песок обновляется. Он заново начинает бить, как рудник. И ты подходишь и высасываешь с него. Но бывает и такое, что 24 часа проходит, и рудник меняет своё местоположение. Соответственно, он не всегда на одном и том же месте. Так, какие вот дела. Тут всё сложно. Тут всё живое. Всё как-то перемещается. Так, охотничий. Мы вернулись опять к этому месту. Охотничий, возможно, тут уже появились. Сейчас посмотрим. Охотник! Жалко, нельзя крикнуть в игре. Охотник, выходи! Он, знаешь, на тебя агрится. О-о-о, вот он. Вот ты где. Ларга. На! Курицу сожри. Курицу сожри. Ага. Ну вот и чудо. Я тебе еды, а ты мне плорт. Дружочек, ты будь... О, тухо, я тебе... Успел. Чуть не сожрали его. Чуть не разорвали на куски. Стой, стой, стой. Не паникуй. Давай я тебя ещё покормлю. Успокойся. Вот. Курочку съешь. Нет, он, походу, больше не хочет кушать. Понятно. Я просто тут на районе больше не видел охотничьих слаймов. Да сколько можно-то? Да вы задрали-то всех жрать. Дайте мне выполнить задание. Ох, ох, ох. Ладно, давай сюда вот так вот залезем. А, вот тут тоже охотничьи. Смотри, кто-то навалом. Ребятки, вот еда, кушайте. Не злитесь, всем еды хватит. Вот, смотри, Злюка прыгает. Да ё-моё. Злюка, где... Ай, укусил меня за жопу. Злюка, не кусай меня. Вот он, Злюка, на, покушай. Что-то они не хотят кушать. Ты что жрать-то не хочешь? Ты же голоднючий, я же вижу. Курица закончилась. Вот этот портик я забираю. Я забрал? Да, всё. Ровно нужное количество набрал. Отлично. Вот он, второй, значит. Где там эти плорты? Вот так вот. И третий. Держи. И, по идее, двери теперь должны открыться. Если тут четвёртой статуи нет. Сейчас я посмотрю снизу. Да! Открылась, 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 открылась. А, здесь тайник. Ну ладно, чё в тайнике? Опять растения? Ловушка на гордо для начинающих. Специальная ловушка для отлова гордо слаймов. Примани его едой и жди. Ну, блин, как-то знаешь, разработчики не шибко-то постарались новую игру придумать. Понятно, что старые задумки должны остаться, потому что это продолжение. Но ловушки, как бы они могли бы что-нибудь новое придумать. Ловушки были и в первой части. Тут вообще много чё от первой части, на самом деле, осталось. И, как бы... Из новенького здесь только карта и парочку слаймов. Ну и графика, естественно. Давай, жучка, прочитаем. Гигантские грибы на этом острове стали, наверное, величайшим ботаническим открытием в моей жизни. Извините, но это секрет. Понятно, он не захотел делиться своим ботаническим секретом. Ладно, мне бы ещё плортики собрать охотничьи, чтобы скрестить охотничьих с кем-нибудь. Блин, ну вот охотничьи и медовые, они же были в первом слайм ранчере, правильно? Ничего нового. Я начинаю разочаровываться. Вот, плортик, отлично. В принципе, мне одного плорта уже достаточно. Так, хлопковый отстанет мне. Насчёт грибов. Действительно, очень красиво всё тут смотрится. Завораживающе. Вот в плане карт, конечно, разработчики молодцы. А всё остальное, ну, не дотянули. Понятно, что это ранний доступ. Возможно, что-то изменится ещё. И в лучшую сторону. Ну, ладно, я промолчу. Короче, нужно просто подождать, когда игра релизнится. И потом уже критиковать её. О! Вот новый слайм, новый слайм. Пойдём-ка к нему сходим. Точнее, это не слайм, это... Гордо! Эй, Гордо! Ты чей будешь? Там чё, телепорт, что ли? Подождите, да что там такое светится прям вообще? Такое красивое. Порхающий Гордо, на бабочку похож. Любит нектар. Ну да, это слайм-бабочка. Раз он любит нектар. А где его достать, интересно? А чё тут так сидяет? Что это за скважина такая огромная? Я словно Брай попадаю. Я хочу войти в эту трещину. Но меня туда не пускает. А нет, меня пускает, но там прохода нет. Это чё, конец карты? А, да, это конец карты. Всё понятно. Когда игра релизнится, здесь будет проход в другую локацию. Скорее всего. О, здесь мёд? Здесь мёд? Мёд? Или воск? Да, мёд, мёд, мёд. Но мне нужно куда-то скинуть что-то. Что-то у меня тут полно всего. Ммм, маловато места. Ладно. Давай тут полетаем, посмотрим. Вот они, вот они эти порхающие, красавцы. Только вот, вот. Стой, стой, стой. Убери. Потом я их застреливаю. Вот расстреливаю их нафиг. Та-та-та-та. Никто не ест моего порхающего. Иди колотеть. Всех отстреляю, всех замочу. Замочить вароп надо водичкой. Фух. Ну чё, пупсик? Так, чё бы выкинуть-то? Чё бы выкинуть? А, ты с медовым? Блин, я думал тебя засосать, а ты скрестился с медовым. Чё ты любишь? Фрукты? Фрукты тебе надо притащить, да? Тут у нас есть фрукты? Ты чё? Вар! Японский. Ого, как он телепортировал. Стопэ! Он ещё и плодится почкованием. Метод почкования у него. Распространение. А чё тут кто-то был? Тут овощи у нас, да? Блин, ладно. Я поищу плорты. Поищу плорты. Водички подчеркнём. И за порхающими чуть позже вернёмся. Вон там. Нет. Данные по этой карте нужны. Вон они, вон они, я их вижу. Я их вижу. Пойдём открывать. Какие красивые цветочки. Можно как-то собрать? Нет. Жалко. Вот, и мне нужен. Значит, вот этот порт выкидываем, а ты идёшь со мной. Порхающий слайм. Подобно снежинкам, каждая пара крылышек уникальна и хрупка. Там внизу что-то есть, кстати. О, страшно как. Сейчас карту откроем и спустимся вниз. Посмотрим, позыркаем ещё там. Ништяк. Всё, осталось только вот эту область открыть. И всё, карта открыта. И мне будет здесь проще ориентироваться. Всё, погнали. Погнали, погнали, погнали. Вниз спустимся. Вау. Вау. Это что за плорт? Плорт охотника. А, здесь тайник. Тут просто тайник. Ну, показывай. Что ты в себе там скрыл? Пружинная площадка. Ну, это тоже из первого слайма. Ай. Ну, ладно. Хотя бы не растение, знаешь. А какой-то механизм. Короче, надо будет потом сделать выпуск, где я все эти механизмы буду выставлять. Таёная. Закончился ранец, сранец. Все эти механизмы выставлю у себя на участке. И мы будем их тестировать. Смотреть, как они работают во второй части. По сравнению с первой. Если механика у них осталась точно такая же, то как бы... Ну, логично, что она осталась. Но, может, что-то там анимация изменилась. Или ещё что-то изменилось. О, это что у нас? Нектар лунной росы. Так, вот это выкинем. Вот это возьмём. Нектар лунной росы. Очень сладкий, но очень липкий. Осторожнее с ним. Ништяк. Нектарчик нашли. Нектарчик, это хорошо. Надо будет его посадить. Фосфорные плорты. Окей. Здесь получается всё. Получается, что здесь всё. Мы сейчас пробежим тут уголки каждые. Вот ещё слаймиков вот этих возьмём. Каждый уголок проверим. Забежим, заглянём. Тут у нас что? Здесь у нас обрак. Ну, тут, кстати, вполне может быть и тайник. Но нет, его там нету. Окей. Опачки. Я слышу там... Такой звук странный был. Как будто появился слайм удачи. Но нет. Мне показалось. Возможно, это порхающие слаймики такие звуки издают. Хотя... Подожди. Подожди, подожди. Я слышу, я слышу. Здесь кто-то был. Я прям вот слышал. Всё-таки здесь был какой-то слаймик. Но он куда-то скрылся. Ну и ладно. Скрылся так, скрылся. Блин, кольце-хвост так забавно смотрится. Скрещенный с медовым ларгой. Смотри, какой прикольный. Зачётно же, да? Ну, ё-моё. В отстрелах никто не смеет жрать моих порхающих слаймиков. Ты задолбал. Ты что, не слышал, что я сказал? Вот так вот. Кольце-хвост гордо. Интересно, а днём ты... Ну да, он должен превратиться в камень. Когда наступит день. А может и не превратиться. Это же гордо. Всё-таки самый крутой слайм. Он любит фрукты, овощи и мясо. Окей. Дай пить. Жалко, кулаками тут махать не могу. Так бы наковылял ему кулаками порожиться его грязной. Этому вару. Ну, тут вроде бы... Усо. Можно вниз вон туда спуститься. О, реально можно. Нифигасико глубоко. А тут у нас... Ха, удилищик гордо. Прикольно. Ну, я тебя нашёл. Ты спрятался, а я тебя нашёл. Кто-нибудь тут ещё есть интересный? Курица какая-то новая. Морская... А, ну это морская курица. Которую я всегда называю чайкой. О, вот это да. Вот это вот надо. Шёлковый песочек мне нужен для апдейта. Для апдейта. Чтобы у меня было больше ячеек в моём вакпаке. О, ещё! Здорово. Удачненько я заскочил. На прошлом острове с песком прям вообще проблемы были. Там всего две точки было, где его можно было набрать. А тут я уже третью точку нашёл. В каргу дерево залезу, гляну, что тут у нас. В дупло. В дупло деревянное. О, вот оно, это дерево красивое, огромное, до которого я хотел добраться. А, и вот из него радуга-то идёт. Какая красота. Разлом. Ты посмотри, небо окрашено в розовый, такой фиолетовый цвет. И в синий. Синий-голубой. Вау, очень красиво. Классно смотрится. И давай этот ник откроем. И тут тоже упасть можем. Модуль сапог скороходов. Применяется в изготовлении для улучшения скороходов. Отлично. Используем это. Мне бы где-нибудь тут отличное местечко найти, чтобы... О, ещё один тайник. А, это жук. Мне полюбилось это дерево с первого взгляда. Так хорошо усесться здесь и рассказать ему о себе всё-всё. Но оно изменилось. Теперь в нём я вижу частичку себя. Два разных пути сплелись в схватке друг с другом. Связанные с этим островом и искажённые им. Но в отличие от этого дерева, я надеюсь, когда-нибудь покинуть это место. Хочу найти дорогу домой. Возле этого дерева я видел где-то отверстие. Вот оно, вот оно, это отверстие. Давай спрыгнем внутрь. Посмотрим, как глубоко это дерево проросло. В пещере. Вау. Эта пещера очень сказочная. Водички наберём. Она сказочная только из-за своих корней. В принципе, тут больше ничего и нету. Медово-фосфорный ларг. Ты так похож на золотистого слайма. Прям капец. Если бы у тебя не было вот этих вот крылышек и усиков на голове, я б тебя, наверное, принял за него. Ага, тут понятно. Куча варов. Пойдём в другую сторону. Вот с этой стороны тоже был выход. Куда он нас приведёт? Здесь злобные ларга. Я думаю, я думаю, что надо бы отсюда уже выбираться. Сумки полные. Я ничего больше отсюда утащить не могу. Поэтому погнали-ка домой. Смотри, что за водопадом. Ты тоже это видишь? Пещера. О, какая огромная луковица. Слушай, может я с ней что-нибудь делать? Не-а. Ну, тогда я попробую вот сюда залететь. Может здесь... А-а-а. Здесь у нас дверь. И чтобы её открыть, нужен плорт удильщика. А рядом с этой пещерой расположился медовый гордор. Какой же он медовый? Так и хочется в него пальчиком тыкнуть и облизать. Ну, в смысле, не гордо облизать, а пальчик. Я же в него тыкну, он же медовый. У меня на пальце останется мёд. Я облизываюсь. Мёд? Вот что я имел в виду. Тут у нас спрятан дрон. С самого моего возвращения всё немного как в тумане. Будто здесь витают отголоски отдельных моих воспоминаний. Поэтому теперь я прихожу сюда проветрить голову. Пусть звук падающей воды заглушит всё. И в этом белом шуме у меня иногда получается снова мыслить ясно. Но затем я вижу, лишь как всё возвращается опять. И тогда делаю несколько вдохов, успокаиваю себя и принимаюсь за работу. Не, ну тут, да. Возле водопадов этот шум. Я вообще люблю, обожаю шум воды. Я думаю, он всем нравится. Особенно те, кто приезжает на море. Или кто сейчас отдыхает на море. Эх, вот пусть, вот пусть, вот пусть. Давно и там не были. Так, значит, нам вон в эту сторону. И тут по пути обратно нужно найти где-то метку данных. Метку карты, чтобы разблокировать местность. Тут ничего такого интересного нету. Случайненько. Ага. Тут у нас горшок. Горшочек не варить. Всё, тут ничего интересного. О-о-о, песок, песок, песок. Эта нужна. Десять песка. Огонь. Точки карт всегда находятся где-то на возвышенности. Поэтому надо полазить немножечко поверх. Да и с высока видно всё. Так что я сейчас, может быть, и найду чего-нибудь. Хотя топливо кончилось. Я успел. Я умудрился. Я думал, я сейчас обосрусь. Как это обычно бывает. Так. Точек пока не наблюдаю. Ага. Нашёл. Нашёл. Вон она где спряталась. Но мои догадки о том, что она где-то высоко находится, в принципе, оправдалось. Я тебя сейчас схвачу. И карту всю разлочу. И... Кстати, а чё... Каково... Я так много находил горда. Почему всего два на карте отмечено? Я как минимум... А, вот ещё один. Чё-то как-то... Ещё один должен быть где-то горда, мне кажется. Ну ладно, с этим я потом разберусь. Песочек забираем. Ой, чуть не упал. И идём домой. Ну, я тебе могу сказать, что мы всех новых слаймов нашли. Как мне кажется. И можно теперь их посчитать. Сколько всего в Слайм Ранчер 2 добавили новых слаймов. Итак, первый загон. Здесь у нас новые слаймы. Это удильщики. Один. Здесь у нас кольцехват. Не топорёк. Три. Получается новых слайма. Здесь у нас хлопковый. С фосфорным. Ну, фосфорный был. Значит, хлопковый. Четыре. Тут у нас... Это миуровый с фосфором не считается. Ну, и получается пятый. Это у нас порхающий слайм. Бабочка слайм, как я его называю. Получается, всего пять слаймов новых ввели в игру. Пока что на раннем доступе. Уверен, что будет их больше. А сейчас я пойду и сделаю загон для своих новеньких медово-порхающих слаймиков. Прямо посередине вот здесь вот шлёпну. Загончик. Купить. Вот. Можно сразу сделать им второй ярус. И, конечно же, воздушную сетку. Значит, вы у меня будете здесь, ребятки. Вот. Одного можно выкинуть на свободу. Давай, лети там где-нибудь, туси. Потому что я хочу здесь десять слаймов в загоне иметь. Если больше, то это уже чересчур много. Сетка отлично работает. Значит, что вы едите? Нектар. У меня есть тут чуть-чуть нектарчика. Вот так вот вам. Кушайте нектар. А для вас? Для вас фрукты нужны, да? Медовые. Сейчас я всё принесу. Гранитник. Как думаешь, они поедят? Я думаю, что поедят. Несмотря на то, что он каменный, это же всё равно фрукт. О, первый гордо уже имеется. Вот и второй, а вот и третий. Какой прикольный звук они издают. Множество колокольчиков так задребещали как будто. Очень здорово. Ребят, вот вам ещё гранитник. Покушайте, кто хочет. Вот, отлично. Надо ещё рядышком один загон сделать. Ха, это тут тусит до сих пор. Ну, пускай тусит. Не страшно. Садим, значит, точнее, огород делаем из нектаринов. А, нельзя что ли? Нектар лунной росы. Подожди, а как её выращивать? Её можно вообще выращивать? Я точно участок сделал? Ну да. Прикинь, вот это расстройство. Вот это раз. А так эти слаймы, они же любят нектар. Это их любимая еда. Ой, не то, шлёпнул. Как бы, а как их кормить любимой едой? Постоянно гонять туда, что ли? Диета роса, любимая еда роса. Это печаль. Подожди. Давай мы другое почитаем. Вот тут, где-то здесь вот должен быть нектар. Нектарчик, ты где? Вот он, нектар. И сейчас посмотрим, что тут про него написано. Этот сладкий сироп получает из самого необычного растения радужного острова. Цветка лунной росы. Кстати, вот, я его тогда находил. Он на статуэтке был. Я видел этот цветок, такой белый, огромный. Но я его не мог засосать, чтобы посадить где-то у себя на участке. Цветок лунной росы, который распускается только по ночам. Поначалу учёные считали, что его бутоны никогда не раскрываются. Но это только от того, что заканчивали работу около 17.00. Или в 16.45, чтобы не попасть в пробку. И так было до той роковой ночи, когда некий доктор Арнольд Пенобскот забыл перевести время и на час дольше засиделся на работе. Подойдя за своим пиджаком, он неожиданно увидел распускающийся цветок лунной росы. Вот так и бывает. Совершается открытие. Нектары лунной росы нельзя посадить в саду. Им можно только кормить слаймов. Вот так-то. То есть посадить эту штуку не получится. Обидно. Обидно, конечно, но чё уж. Ладно, давай тогда здесь. Плоттер-сборник. Вот. Пойдём тогда в мою лабораторию. Сейчас что-нибудь там ещё поделаем. Скидываем балласт. В виде шёлковистого песочечка. Воска. И смотрим, что я там могу смастерить. Я могу уже сразу тебе сходу... А, денег не хватает. Тогда я ничего не могу. Пошёл, денег подзаработаю. Вот всё. Нафармил бабличечка. И теперь могу позволить купить себе дополнительный отсек 2. Покупаем. Отлично. Что ещё я здесь могу прикупить? У меня появилась возможность апгрейдить сапоги-скороходы. Для этого дикий мёд нужен. Лавовый пепел. Порхающий плорт. В принципе, всё это у меня тоже уже есть. Кроме дикого мёда. Его надо будет пособирать. И, в принципе, на сегодня вроде бы... Хотя, стой. Ещё могу силовое ядро улучшить. Почему бы и нет? Давай улучшим. Чётко. И вот теперь вроде бы всё. Дальнейший мой план. Я хочу вот этот загончик немножечко изменить. Хочу фосфорных убрать. Из этого загона хлопковых оставить. И скрестить их с кем-нибудь другим. Потому что у меня там фосфорные, здесь фосфорные. Денег у меня теперь в достатке. Поэтому нет нужды фосфорных в двух загонах. Ну что? У меня теперь 5 отсеков. А, 6. 6 отсеков. У меня теперь вместимость просто нереальная. И, конечно же, энергии у меня стало на 50 больше. Соответственно, дыхалка моя возросла. А и бегать я могу дальше. Ну вот, как бы и всё на сегодня. Если тебе понравилось, то не забудь поставить палец вверх. То есть лайк под видео обязательно. Подписаться, если ты ещё не подписан. Чтоб не пропустить следующих крутых роликов. На которых мы с тобой, собственно, и увидимся. Так что, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok